Всем привет! С вами Приправа Клуб и Настя. И сегодня я покажу, как приготовить кугель или же картофельную бабку. Первым делом займемся мясной начинкой, чтобы потом не отвлекаться на нее. Одну луковицу очищаем и мелко нарезаем. Чеснок также измельчаем. На сковороде нагреваем пару столовых ложек растительного масла и выкладываем на нее лук. Помешивая, обжариваем примерно 4 минуты. Затем добавляем чеснок и немного специй по вкусу. В этот раз я использовала прованские травы. Обжариваем, помешивая, еще минуту. Выкладываем на сковородку фарш. Обычно используется свиной, но мне и свинину нельзя, поэтому я буду использовать говядину. Разбивая комочки, обжаривая мясо до тех пор, пока оно не потеряет красный цвет. В процессе не забываем посолить фарш. Мясо готово, пока откладываем его до лучших времен. Теперь начинается самое интересное, а именно подготовка картошки. Учитывайте, что в рецептуре указан вес уже очищенного картофеля. Картофель может либо натереть на терке, либо нарезать на несколько частей и отправить вместе с луком в измельчитель. Если вы будете по старинке использовать терку, то первым лучше натереть лук. Смешиваясь с луковым соком, картофель не будет темнеть. Так что постоянно перемешивайте натертый картофель, чтобы луковый сок лучше распределился. Теперь нужно дать картофельному соку немного стечь. Не переусердствуйте, чтобы бабка не получилась сухой. Большого сита у меня нет, поэтому приходится работать постепенно. В картофельную массу вбиваем одно яйцо, добавляем столовую ложку муки и соль по вкусу. Все тщательно перемешиваем. Форму для выпекания хорошенько смазываем рецептурным маслом. Выкладываем в нее половину картофельной массы. И немного разравниваем. Поверх картофеля выкладываем обжаренный фарш. Старайтесь, чтобы слои не перемешивались между собой. А сверху оставшуюся часть картофельной массы. Вновь аккуратно разравниваем. Сверху на картофель выкладываем тонкие пластинки сливочного масла. Отправляем блюдо в разогретую до 180 градусов духовку. Готовим примерно час, пока масса не схватится и не зазолотится. Как можно сделать блюдо еще вкуснее? Конечно же, добавив к нему сметанки. И посыпав зеленью. Пугель или же картофельная бабка – блюдо очень ароматное, сытное и вкусное. С вами была Прикровоклад. Приятного аппетита!